Разговаривали там отвратительно, просто отфутболивали, шпинали, пинали. В федеральной миграционной службе, похоже, Вере Николаевне особо не помогли. Женщина родилась и училась во Владимире, но по паспорту она гражданка Украины. Решила вернуться на родину, но здесь столкнулась с массой проблем. Сейчас ждет в гости внуков, один из которых хочет служить в российской армии. Но как им становиться на ноги, на новом месте, если она сама еще не решила вопрос о гражданстве? Нужные справки не может достать для своей мамы и Любовь Титова. Сейчас женщина могла бы рассчитывать на льготы, как вдова участника войны. Но для этого необходимы военные документы мужа, а они утеряны. Обращались за информацией в Подольский военный архив. Нам ответили, что все данные есть на моего папу, но ничем помочь не могут. А почему? Ну, так они ответили. В этом году маме Любови Титовой исполнилось 100 лет. Она получает мизерную пенсию, которой едва хватает на месяц. Ну, если что-то получится, хотя ей не верится, то я была бы очень благодарна Владимиру Николаевичу, что все-таки она получила бы этот статус. Председатель областного законсобрания выслушал и других жителей города. Каждый приходил со своей проблемой. В частности, жаловались сегодня на плохую работу судебных приставов. Долгое время судебный пристав не может найти человека, который совершил аварию. И требуется от него страховку. Но сейчас позанимаемся судебными приставами. Я думаю, что мы данный вопрос решим. С просьбой не для себя, а для братьев наших меньших обратились владимирские волонтеры. Недавно им выделили участок под приют для бездомных животных. Все расходы по содержанию собак общественники взяли на себя. Кормят их и проверяют у ветеринаров. На этот участок, наконец, удалось оформить кадастровый паспорт. Вот только на аренду земли теперь будет уходить до 200 тысяч в год. Волонтеры просят снизить арендную ставку, а также предлагают большой проект по защите животных в городе. Он обойдется в несколько десятков миллионов рублей. Документ предполагает целый комплекс мероприятий и европейский подход. Не будем их плодить прежде всего. И будем делать так, чтобы и в работе с детьми, анимал терапия. Ведь дети выздоравливают. Я просто как педагога знаю, что дети безумно любят животных. Они выздоравливают с ними, они растут добрыми. И поэтому хотелось бы, чтобы именно этот вопрос поднимался цивилизованно. Хотя Владимир Киселев заверил активистов в свои поддержки, пока о реализации проекта говорить рано. Нужны спонсоры. А вот вопрос снижения арендной ставки общественники смогут решить уже в ближайшее время. Оба предложения представят губернатору.